Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. «Особое мнение» высказывает исполнительный директор компании «Ажи Финанс» Константин Кропанев. Костя, добрый день. Добрый день. Мы начинаем, естественно, с пожара в Кемерове. Только что московские коллеги сообщили о последней цифре, которая обозначает количество жертв этого пожара. 64 человека. Цифра постоянно меняется. И губернатор региона нашего Кировской области Игорь Васильев прокомментировал эту трагедию. Он выразил, конечно, соболезнования. В частности, он уверяет, что правительство области будет настаивать на проведении внеплановых проверок соблюдения мер пожарной безопасности во всех торговых центрах региона. То же самое сказал глава администрации Кирова Илья Шульгин. Он в интервью порталу «Свой кировский» назвал это случившейся безусловной бедой. И сказал, что администрация города также будет настаивать на проведении проверок торговых центров в мест массового пребывания людей. Даже если такое решение не поступит из федерального центра. Ну, мы с вами знаем, что проверить торговый центр «Зимняя вишня» надзорные органы должны были еще пару лет назад. Но поскольку это объект малого бизнеса, в отношении него действуют так называемые надзорные каникулы. Это сообщает и все федеральные СМИ тоже. Для обывателя, коим я себя причисляю, удивительно, что торговый центр в 230 тысяч квадратов и четыре этажа может считаться объектом малого бизнеса и годами не проверяться на предмет пожарной безопасности. Да, то, что произошло, это на самом деле настоящий ад. То есть столько погибших, и это в основном, конечно, дети. И, к сожалению, история 2009 года с хромой лошадью, по большому счету, так получается, что никому, ничему не научила. С одной стороны, надзорные органы постоянно ужесточают требования к пожарной безопасности. Постоянно вводятся какие-то новые требования по системе пожаротушения, по использованию каких-то материалов при строительстве. Но, как оказывается, что все это идет, по большому счету, на смарку. То есть, условно говоря, надзорные органы пытаются что-то делать, ужесточать требования, но находятся какие-то лазейки, и предприниматели обходят требования. Что значит быть объектом малого бизнеса, и как, вот все-таки мой вопрос, огромный торгово-развлекательный центр, 230 тысяч квадратов, может причисляться к объекту малого бизнеса и попадать вот на эти самые надзорные каникулы? По большому счету, под малый бизнес попадают предприятия, где меньше 100 работающих, и выручка по этому предприятию ниже, чем 800 миллионов рублей. Я так понимаю, что если говорить про тот торговый центр, то там два этажа было оформлено на какое-то юрлицо, и, соответственно, то есть, та арендная оплата, которую они собирали по этому юрлицу, она гораздо меньше, чем 800 миллионов рублей в год. Соответственно, то есть, получается, что тот хозяин тех двух верхних этажей, он имел право пользоваться всеми льготами, которые причитаются малому бизнесу. В том числе надзорные каникулы, которые избавляют от чего надзорные каникулы? В том числе от каких-то внеплановых проверок, в том числе и плановых проверок. Куда попадает пожарная безопасность? Да, куда попадает пожарное требование. И получается так, что, возможно, тут даже существовала какая-то определенная некая такая схема, что каждые несколько лет, допустим, три года, просто эти помещения переоформлялись на другое юрлицо, которое опять могло воспользоваться этими же льготами. Как объект малого бизнеса? Да, потому что, как я смотрел... То есть, прошел период льготный, раз, другая химочка возникла? Закрыли, потому что этот объект ввелся 10 лет назад. Соответственно, то есть, его должны были проверять раньше, но раз его не проверяли раньше, то, скорее всего, они эту схему как бы использовали. Ситуация в Кировской области, в городе Киры. Что тебе известно про наши торговые центры? Существуют ли подобные схемы, работают ли подобные схемы у нас? Если не знаешь, то предполагаешь, может быть. Я думаю, что такие схемы существуют. Проблема еще в том заключается, что данный объект, он был не новый, соответственно, то есть, это было какое-то довольно старое здание, которое захотели приспособить под торговый центр. То есть, а это, соответственно, вызывает определенные вопросы, то есть, как, соответственно, любой бизнесмен, то есть, он, скорее всего, это помещение было не приспособлено для каких-то таких развлекательных мероприятий, но в то же время любой бизнесмен, желая получить какую-то дополнительную выгоду, попытается использовать максимально площади, так скажем, где-то, возможно, в ущерб. У нас есть такие торговые центры, переделанные из старых промышленных зданий. Достаточно вспомнить те, что находятся в центре города. Это и Росинка, это и Европейский. Ну да, действительно, единственное, что там, возможно, в Росинке, там нет такого объема развлекательных заведений, но у нас, к сожалению, большинство торговых центров, оно действительно как бы старое. Тут, опять же, такая получается проблема, это вот бедность нашего населения, то, что вот нет каких-то крупных застройщиков, которые были бы готовы построить новые с нуля современные торговые центры, которые бы соответствовали всем требованиям пожарной, в том числе и пожарной. А можем ли мы быть уверены, что такие крупные торговые центры, как Джиммол или Гринхаус или Максимум, которые строились с нуля, они тоже, они все абсолютно соответствуют современным требованиям? Но Джиммол был построен не с нуля, это тоже было перепрофилировано здание. Верно. Было перепрофилировано здание. И, опять же, тут такой момент, что вот, насколько я замечаю, те требования пожарной безопасности, которые на сегодняшний день существуют, практически ни одна организация, которая имеет какие-то офисные, торговые, другие помещения, она вряд ли сможет соответствовать. То есть это просто огромнейшие деньги. И получается палка в двух концах. С одной стороны, государство в виде надзорных органов требует сделать пожарную сигнализацию, систему пожаротушения постоянно вводит какие-то дополнительные требования. Бизнес, к сожалению, не может... Экономическая ситуация такая, которая касается ведь не только бизнеса, но и нас, ты сказал, потребительская способность людей. Потребительская способность слабая. Соответственно, проходимость торговых помещений, она как бы низкая. Соответственно, там собственники помещений борются за каждую копейку. И я вполне допускаю, что они где-то экономят. Где-то, где-то экономят. И в том числе экономят и на пожарных... На каких-то противопожарных мероприятиях. А в конечном итоге это приводит к очень серьезным трагедиям. А как ты считаешь, эта ситуация связана... Эта ситуация возможна только в региональных городах, таких как Кемерово, может быть, Киров и помельче? Или это касается абсолютно всех городов, неважно, какова величина? Потому что если мы говорим о покупательской способности и о деньгах, то, конечно же, в Москве и в Питере их гораздо больше, как и в Казани, например. Там, я так понимаю, что все же в большинстве своем это крупные, новые, современные торговые центры, где так либо иначе должны быть все эти системы, спасающие от пожаров, реализованы на более высоком уровне, чем в регионах. Но я опять же посмотрел статистику, получается, за прошлый год похожих, ну, не имеется в виду, пожаров в торговых центрах было порядка десяти. В России? В России. То есть это и были пожары в Подмосковье и в других городах. Конечно, то есть там было гораздо меньше жертв, но такие ситуации случаются регулярно. Это уже говорит о какой-то системности, получается, о сбоях противопожарной безопасности торговых центров. Получается, да, что, с одной стороны, просто, так скажем, службы, которые занимаются контролем пожарной безопасности. МЧС. МЧС, пытаясь снять с себя какую-то ответственность, они все время повышают какие-то требования к бизнесу. С другой стороны, бизнес эти требования формально не может удовлетворить, и поэтому ищет какие-то обходные способы. И пользуются вот этими самыми каникулами. Да, то есть либо это каникулы, либо там фиктивная система пожаротушения. То есть я допускаю, что в каких-то местах даже при наличии каких-то заявленных систем пожаротушения, они просто-напросто не работают. В том числе вот эта последняя трагедия, она показала, что там не сработала система пожаротушения, не сработала система пожарооповещения. Ну да, но разрешение на ввод дают как раз те самые специалисты, о которых мы говорим. Что это значит? Это все-таки, думаю, что все немного высказывалось таких мнений уже, что коррупция, пронизывающая всю систему буквально государственную, она стирает все эти законы и предписания, которые постоянно вводят надзорные органы. Ну получается, да, что либо бизнес, к сожалению, большинство бизнеса не готово в таком объеме вкладывать деньги, и, соответственно, она ищет где-то, так скажем, слабые точки в государственной системе. То есть это либо действительно какие-то взятки, либо какие-то неналоговые, то есть либо какие-то... Легальные механизмы, которые позволяют им уходить от проверок. Какие-то каникулы, чтобы избежать этих проверок. Тем более, так понимаю, что сейчас при сдаче помещений согласование с этим же МЧС, оно не обязательно. И вот сейчас, когда в нашем регионе губернаторы, глава города Кирова говорят о том, что будут проведены внеплановые проверки соблюдения мер пожарной безопасности во всех торговых центрах региона, к чему это приведет? Приведет ли это к какому-то глобальному, тотальному и кардинальному изменению ситуации? Вдруг все поставят дорогостоящие пожарные системы, и мы будем без запасности? Многие смогут выполнить требования, если будут действительно проведены проверки в соответствии с текущими требованиями, то очень много бизнеса просто не сможет эти требования выполнить, и ему придется просто-напросто закрыть. И опять мы, получается, не можем допустить лишения людей рабочих мест и прочее? Да, получается, опять палка в двух концах. Как ее решить, я, к сожалению, не знаю, но проблема очень серьезная. И, опять же, надо ее решать. Было не сейчас, когда эта трагедия случилась, а все же было надо решать, по крайней мере, после того, 2009 года, когда ситуация, так скажем, очень сильно проявилась. Нужны какие-то системные меры. Ну, это, ты знаешь, напоминает все-таки трагедии, которые произошли в начале года в нескольких школах, когда школьники приходили с оружием и устраивали резню, и тогда тоже было много шума ровно в течение недели, после чего мы практически не слышим вообще ни о чем, никакие меры предпринимаются, никак система меняется. А вот тут недавно опять девочка пришла с травматическим пистолетом и стреляла своих одноклассников. Но уже так не шумят, уже не говорят о том, что будут системные меры введены, и как это будет исправлено, тоже не говорят. Как бы ни случилось, здесь та же самая история. Прервемся сейчас на короткую рекламу, потом, если захочешь, ты прокомментируешь мою вот эту реплику, или перейдем к следующему вопросу. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Константин Кропенев, исполнительный директор компании «Ажи Финанс». И поэтому мы, когда Костя приходит к нам в гости, часто берем как раз экономические темы, и сегодняшняя программа не исключение. Об этом написали все деловые и многие неделовые СМИ 22 марта на прошлой неделе. Буквально не прошло и недели со дня переизбрания президента. И написали и ведомости, в том числе, о том, что бюджетный маневр, которым фактически сообщил Владимир Путин с самого начала марта, он тогда сказал, что расходы на здравоохранение и благоустройство должны вырасти в два раза, но не назвал источники финансирования. Так вот, вот этот бюджетный маневр уже начинает сказываться на тех решениях, которые планирует принять правительство в ближайшее время. А правительство думает о том, как изменить налоговую систему, потому что если мы увеличиваем расходы на здравоохранение и благоустройство в два раза, то мы должны эти деньги откуда-то взять. И вот уже заговорили о том, что планируется изменить налоговую нагрузку на население, на физических лиц с 13 до 15 процентов. Многих это не радует. Ну, конечно, неприятно, если, допустим, подоходный налог вырастет до 15 процентов, но, опять же, я думаю, что правительство пойдет немножко другим путем. Но, во-первых, если рассматривать ситуацию именно с повышением подоходного налога, надо понимать, что основным выгодоприобретателям увеличения подоходного налога является как раз областной и городской бюджет. То есть эти деньги идут не федералам, они должны идти в местный уровень. Но, опять же, из той информации, которая была в прессе, условно говоря, правительство планировало не только поднять ставку подоходного налога, но и ввести какой-то, так скажем, необлагаемый минимум. Для малообеспеченных. А так получается, что очень большое количество именно людей, которые живут в Кировской области, можно отнести к низкообеспеченным или малообеспеченным гражданам. А кто-то, наоборот, даже получая какую-то, так скажем, нормальную зарплату, часть этой зарплаты получает в конверте, и, соответственно, официально получает тоже, так скажем, условно говоря, 10-15 тысяч рублей, и он тоже попадает под определенные требования, в определенную категорию малообеспеченных граждан. И, соответственно, если ведут какие-то льготы для малообеспеченных граждан и поднимут ставку до 15%, то это между собой, ну, просто-напросто все нивелирует. То есть в одном месте мы недополучим, в другом месте, возможно, получим чуть больше. И вот эта вся история, переходим на белые зарплаты, бизнес выходит из тени, да, нет зарплатам в конверте, с которой очень долгие годы продвигает то же самое, да, правительство, а Российская Федерация, оно может свести на нет все усилия, потому что люди не зарплатят платить. Я думаю, что, наверное, сейчас уже пойдет правительство каким-то другим путем. Это, на самом деле, вот, допустим, обсуждают такой план 22-22, такое кодовое название 22-22. Это когда, с одной стороны, хотят уменьшить социальные выплаты, которые оплатит работодатель при начислении заработной платы, а с другой стороны увеличить НДС. То есть люди сами будут платить, если им надо, за страховые взносы, пенсионные взносы и так далее? Ну, я не думаю, что люди сами будут это платить, но, по большому счету... Но если сокращает оплата выплаты в пенсионный фонд и там в ФОМС, условно говоря, работодатель, кто-то... Ну, я думаю, что это будет просто-напросто, все равно сейчас часть денег пенсионного фонда идет за счет датирования с федерального бюджета, и просто-напросто это будет происходить на более высоком, на федеральном уровне. То есть те деньги, которые правительство недополучит от снижения социальных налогов, оно как бы получит за счет увеличения НДС. Но тут надо понимать, что у нас, к сожалению, у граждан совершенно такая низкая финансовая грамотность. Люди не понимают, какие они платят налоги, сколько они платят налогов, потому что, с одной стороны, нам заявляют, что у нас одна из минимальных, так скажем, ставок в мире, 13%, то есть это действительно низкая ставка подоходного налога, но, с другой стороны, мы платим очень много косвенных налогов. Этот же НДС, по большому счету, это косвенный налог, который мы платим, когда приходим покупать в магазин что-то, то есть НДС, это просто дополнительная накрутка на товар. 18%. Да, то есть, соответственно, когда, опять же, работодатель перечисляет какие-то нам деньги, он перечисляет в том числе социальные налоги, которые большинство граждан, но их не видят и не понимают, куда эти деньги уходят. Опять же, эти же, допустим, когда вы заправляетесь бензином, когда вы покупаете какой-то алкоголь, вы платите налоги, при том очень-очень большие налоги. Я просто недавно смотрел такую статистику, получается, по Кировской области потребление алкоголя в год составляет порядка 15 миллиардов рублей. То есть, представьте, кировчане там выпивают за год алкоголь на 15 миллиардов рублей, это практически треть бюджета Кировской области. То есть, и как минимум, допустим, половина от этой суммы, это должны быть акцизы, потому что все мы знаем, что там акцизы вдоль алкоголя, они очень большие. А по факту область получает всего порядка миллиард 300. То есть, акцизов, то есть, остальные деньги уходят либо в другие регионы, либо как-то вот. То есть, 7,5 миллиардов — это акцизы? Ну, примерно. Получается, а регион получает миллиард 300. Миллиард 300. Остальное уходит в другие какие-то бюджеты? Ну, в другие бюджеты, либо из-за того, что в основном кировчане подсчитают алкоголь не местного производства, а производства других регионов. Так у нас и не осталось никакого уже почти местного производства. Это тоже определенная проблема, то есть, ее надо решать на федеральном уровне, в том числе, может быть, каким-то образом по-другому перераспределять эти налоги, потому что вот эти же 5 миллиардов, которые мы могли бы получать в бюджет, они, по крайней мере, могли бы закрыть все наши бюджетные дыры и гораздо сильнее снизить долговую нагрузку на регионы. То есть, ты предлагаешь акцизы на алкоголь оставлять полностью в регионе? По крайней мере, увеличивать. То есть, все же, согласись, то есть, та сумма 15 миллиардов, мы пьем алкоголя, а с этого алкоголя регион зарабатывает миллиард 300. Это как-то не совсем правильно. И вкладывается потом в лечение нас, употребляющих такую массу алкоголя. Получается, да. И, соответственно, опять же, надо повышать финансовую грамотность населения. То есть, я думаю, что это... Я не понимаю, почему налоговые органы не пытаются объяснить гражданам, какие мы платим налоги, как они распределяются по бюджетам. У нас, конечно, есть... Пока граждане сами не будут заполнять налоговые декларации ежегодно, они никогда не поймут. Не будут понимать, куда у них уходят налоги. Получается такая штука, что если говорить про консолидированный федеральный бюджет, то есть вот этот подоходный налог, и вот те налоги, которые платят граждане, это подоходный налог, налоги на имущество, они составляют порядка 15-20% от всей суммы налогов, которые собираются на федеральном уровне. А если говорить про Америку, то там вот эти налоги, которые платят граждане, составляют 80%. И, соответственно, там каждый налогоплательщик, он ощущает себя гражданином, и, соответственно, у него есть какое-то право требовать, куда налоги мои направляются, задавать вопросы и спрашивать, насколько эффективно государство расходует мои налоги. У нас же получается какая-то такая некая договоренность, негласная между государством и населением, что население говорит государству, мы вроде бы не задаем вопросы, куда вы тратите те налоги, которые вы получаете от продажи, условно говоря, нефти и газа, а вы вроде к нам, как к населению, не приставаете, то есть мы будем платить 13% и все как бы, то есть вы как бы живете своей жизнью, а мы живем своей жизнью. Но все-таки в итоге мы будем платить больше. Вот так либо иначе, я думаю, что все равно какие-то будут изменения в налоговой системе, то есть вот я рассматриваю пока три основных варианта, это увеличение НДС, опять же повторяюсь, это увеличение НДФЛ, но я не думаю, что по пути НДФЛ пойдут, тем более вот именно изменения на 2% НДФЛ, они никак кардинально на ситуацию не изменят. Кстати, опять же, возвращаясь к Америке, там крупнейшие налогоплательщики, они наоборот заявляют, что с них мало берут, то есть они готовы в Билл Гиттс, то есть недавно заявил, что я вам готов больше платить налогов и как бы удивляются, почему с его, как с миллиардера, с человека, который зарабатывает миллиарды, государство берет, так скажем, мало налогов. Интересно, ожидать ли нам таких заявлений когда-нибудь от наших миллиардеров. Да, от Телегар. Да, Константин Кропанев, исполнительный директор компании Ажи Финанс в студии, это его особое мнение, вы слушаете, и еще одна экономическая тема. Центробанк в очередной раз понизил ставку до 7,25%. С чем это связано и к каким последствиям приведет или к каким последствиям стремится Центробанк? Я про текущую ситуацию уже, так скажем, говорю примерно года два, то есть два года назад было понятно, что инфляция будет снижаться и будет снижаться ключевая ставка. Конечно, когда я два года назад говорил, что у нас инфляция будет на уровне 4%, я сам, так скажем, был не очень в этом уверен, но большинство воспринимало мои какие-то прогнозы, так скажем, очень-очень настороженно. Но по ряду причин мы сейчас, официальная инфляция у нас находится на уровне 2,5% и, соответственно, Центробанк проводит политику по снижению ключевой ставки. Какие это прямые последствия для населения? В первую очередь это снижаются ставки по депозитам. Ставки по депозитам, сейчас ставку по депозитам в российских банках выше 7% практически не найти, а крупнейшие банки дают ставки на уровне 5,5-6% по депозитам. Соответственно, то есть у людей люди уже отвыкли от таких низких ставок и ищут какие-то альтернативные источники вложений. То есть в том числе многие сейчас начинают интересоваться финансовыми рынками. Снова? Снова начинают финансовыми рынками. Это некий такой новый как бы тренд. Но здесь тоже возникает определенная проблема, что люди в большинстве в своем как бы ленивы. Они привыкли, что они приносят деньги в банк, положили и получили определенный процент. А если выходить на финансовый рынок, то там немножко все же сложнее. То есть там надо вникать, изучать, исследовать. И получается так, что вот этой ситуацией пользуются, ну, определенно, так скажем, некие, я не готов сказать, мошенники, но недобросовестные продавцы финансовых услуг, которые... Которые всегда были. Но раньше хоть какая-то конкуренция была между финансовыми компаниями, предоставляющими эти услуги. Их было несколько и в Кирове. Сейчас они вообще существуют, кроме ажио-финанс. И что брокер-кредит-сервис когда-то предоставлял. И тройка была представлена. Диалог в Кировской области. Да много чего было представлено. Сейчас их практически не видно и не слышно. Брокерские компании, они есть. Да, действительно, они, так скажем, мало рекламируются. Но большинство людей не готовы работать с брокерскими компаниями. Либо, наоборот, даже приходя в брокерскую компанию, ищут какие-то простейшие продукты, которые якобы могут им обеспечить какую-то более высокую доходность. Но, к сожалению, когда мы начинаем искать какое-то простейшее решение, мы попадаем либо, так скажем, в поле зрения каких-то, ну, так скажем, недобросовестных продавцов, которые клиенту продают не то, что ему нужно, а либо какие-то, ну, так скажем, не совсем правильные, не совсем качественные финансовые продукты. То есть я правильно понимаю, что финансовые инструменты сейчас усложнились, и простой покупкой набора каких-то акций ведущих предприятий обычно любили покупать там, что любили покупать Роснефть, Сбербанк, там, например, Газпром. Таких людей, которые, допустим, такого уже нет. То есть сейчас популярны, конечно, облигации, но опять же надо разбираться, надо понимать, что такое облигация с переменным купоном, доходом, облигация там с постоянным купоном. Но ведь там не выше доход, чем на депозитах в банках. Там все равно он выше. Он выше, то есть там есть облигации вполне надежные, которые приносят доходность порядка 10% годовых, а это как минимум на 50% выше ставки банковского депозита. Все перевернулось. Все перевернулось. Почему? Это нормальная тенденция, когда банки раньше были неким посредником, то есть они собирали деньги от населения от 15% годовых. И, соответственно, давали эти деньги предприятиям, кредитовали предприятиям, имея какую-то свою определенную маржу. Сейчас появилась возможность у предприятий уйти от посредничества банка и продавать облигации напрямую населению. То есть это новый определенный такой тренд. Ну, то есть снижение для меня понятно одно, что очередное снижение ставки ЦБ говорит о том, что будут снижаться еще ставки по депозитам. И опять же приятная, так скажем, новость, будут снижаться ставки по кредитам. То есть если, условно говоря, сейчас средняя ставка, ну, так скажем, можно взять ипотечный кредит, допустим, по 9,5%, я думаю, что еще на процент, на полтора ставки по ипотеке они снизятся. Это особое мнение Константина Кропанева. Прервемся на полторы минуты и продолжим. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занькосова. Особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажиофинанс» Константин Кропанев. Перейдем к благоустройству. 18-го числа 11% горожан проголосовали за проекты по благоустройству власти. Сказали, что это показательный процент, что очень хорошо. Достаточное количество горожан проголосовало. В Кирове 48 тысяч человек. Глава города Елена Ковалева очень довольна осталась этими цифрами. И она практически сравнила это голосование с референдумом за объекты, которые будут благоустроены. Ты голосовал за какие-то объекты, которые будут благоустроить в этом году? Я, к сожалению, на своем избирательном участке не увидел такого голосования. Я так понимаю, что далеко не на всех избирательных участках присутствовало это голосование. С одной стороны, тенденция правильная, то есть власть должна интересоваться мнением горожан, но с другой стороны, как было выстроено это голосование, вызывает тоже несколько вопросов. Именно почему на каких-то конкретных участках. Во-вторых, по большому счету, когда голосовали по каким-то вариантам, то есть у людей тоже не было возможности выбрать, допустим, из двух эскизов кто более понравившийся. То есть были предложены варианты, и, соответственно, надо было голосовать либо да, либо нет. И получается так, что люди голосовали за то место, которое просто территориально ближе к месту их проживания, отдыха, и, соответственно, они просто голосовали за то, что сделайте хотя бы что-то, то есть хотя бы что-то не за качество, условно говоря, благоустройство, а за сам факт благоустройства. То же самое с дорогами, хотя бы что-то. Да, то есть, условно говоря, нет же никакого ремонта капитального дорога. С дорогами хотя бы понятно, они хотя бы стандартизированы, они там, то есть это понятно, то есть дорогу по-другому не сделать, а парки, парки, скверы сделать можно совершенно разными способами и совершенно разно сделать благоустройство сказать, что представители городадминистрации здесь, в нашей студии, говорили, что как раз сейчас и проводится голосование за место, а проекты, которые были представлены, они не окончательные. Их можно будет еще обсуждать и переделывать. Другое дело, верим ли мы в это? Случится ли такое? Смогут ли потратить для этого и человеческие ресурсы, временные ресурсы и денежные? Ведь переделка проектов стоит всего этого. Это стоит всего этого. И в моем понимании, что надо объявлять уже такие открытые конкурсы. По крайней мере, на те значимые объекты в Кирове, на те значимые места в Кирове надо делать это все же через открытый конкурс, чтобы с привлечением архитекторов не только там, так скажем, кировских, но, возможно, каких-то из других регионов. Тем более, даже на примере этого голосования мы видим, что при желании администрация может такие деньги найти. Где-то я читал, что просто на это голосование было потрачено полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. То есть это довольно большие деньги. Условно говоря, за эти же деньги можно было провести я думаю, что не один конкурс с привлечением там иногородних архитекторов и сделать какие-то две-три новые знаковые зоны для города Кирова. Потому что это же история с Кочаровским парком. Она говорит о том, что когда появляются деньги, просто-напросто достается проект, который там полился на полках там 10-15 лет, и он его пытаются реализовать. Но непонятно, нужно ли это горожанам в таком виде или в другом виде. Он не адаптирован под современные потребности города, конечно. Но я думаю, что он минимально адаптирован. Об этом сами власти говорят. В последний момент приходит извещение, что окей, ребята, мы вам даем деньги, и достается вот этот пыльный документ. Да, но с другой стороны, сейчас хотя бы есть какое-то понимание, есть какой-то план развития на ближайшие пять лет за счет тех денег, которые выделяются на комфортную городскую среду. И я, по крайней мере, надеюсь, что областная администрация, городская администрация как-то более качественно отнесется как к выбору каких-то мест, к какой-то конкретной локации, где они что-то собираются делать, так и к самим проектам. Ну, я хочу сказать, во-первых, напомнить нашим слушателям, что Константин Крупанев не только исполнительный директор компании «Ажиофинанс», он еще и активист, и человек, который руководит рабочей группой по которой называется «Малые реки Кирова», «Хлыновка» и «Люльченко». И вот буквально час назад, когда еще не начался наш эфир, была проведена пресс-конференция в городской администрации с презентацией проекта «Киров меняется». Проект будет запущен на сайте администрации города Кирова и в социальных сетях. Мы о нем уже говорили после рабочей встречи с Ильей Шульгиным, где, собственно говоря, рабочее название уже закрепилось практически как действующее. Так вот, знаешь ли ты, какие зоны из зон по благоустройству, за которые мы голосовали 18 числа, расположены непосредственно вблизи, может быть, по берегам этих самых малых рек, которыми ты занимаешься? Что-нибудь попало в программу финансирования? Нет, именно по тем проектам, которые были выложены на сайте город-администрации, там нет ни одного участка рядом ни с рекой Хлыновкой, ни с рекой Люльчинкой. Но в то же время, вот, за последние буквально там три месяца у нас прошло три рабочих совещания в администрации города Кирова. Сейчас я с рабочей группой мы готовим некую дорожную карту на реализацию так называемого проекта ленточного парка. Это вот расчистка реки Хлыновки семь километров от падения Вятку до третьего опытного переулка. Но вот после первого совещания, конечно, средства массовой информации немножко поторопились. Они сказали, что реку Хлыновка будут расчищать чуть ли уже не в 2018 году. Но, к сожалению, это не так. В лучшем случае расчистка начнется только в 2020 году. И планируется, по крайней мере, сейчас рассматриваются две зоны, где будет проведена какая-то работа по благоустройству. Но, опять же, это уходит на 2021 год. А две зоны, это в первую очередь это зона у Ежовского пруда. Кстати, многие граждане, горожане города Кирова, я думаю, что даже большинство горожан города Кирова вообще не представляют, где находится Ежовский пруд. И самое главное, они не представляют, что он является памятником природы. То есть официальным памятником природы. Где он находится? Это чуть ниже Трифонового монастыря. Там есть пруд? Там есть пруд, который питается за счет огромного количества ключей и родников, которые бьют из высокой берега. И это вдоль реки Хлыновки? Это вдоль реки Хлыновки. По сути, если бы были поданы вовремя все документы, и активно, вот сейчас Министерство экологии активно готовится свои стороны документы. Да, Министерство экологии очень, так скажем, хорошо лоббирует. Без города никак. Без города никак. Денег на расчистку не дадут, пока город свою не сделает работу? У города есть определенные проекты. То есть просто сейчас мы их пытаемся немножко пересмотреть, подкорректировать. У них есть проект, как по благоустройству некого участка на реке Люльчинки и некого участка по реке Хлыновки. Сказать, что у них ничего нет, так нельзя говорить. Единственное, что там по большому счету тоже, опять же, в основном решены какие-то проблемы минимального благоустройства. Это урны, лавки, освещение. Получается, да. Получается, да. И все равно надо эти проекты обсуждать, надо показывать общественности. Возможно, появятся более интересные какие-то концептуальные решения, которые могут преобразить город, сделают его нестандартным, а все же какие-то места, в которые захочется приходить, где захочется фотографироваться, которые захочется выкладывать в Инстаграм. Какие-то такие атмосферные места должны появиться, по крайней мере, я надеюсь. Вот если мы будем говорить, возвращаясь снова к всенародному голосованию за проекты благоустройства в городе Кирове, то надо отметить, что из общих зон, которые были в отдельном списке, а там были центральные парки наши, плюс набережная реки Вятки в Нововятске, именно набережная в Нововятске победила. То есть ее будут благоустраивать в первую очередь в этом году на втором месте Гагаринский парк. Я бы хотела отметить, что когда мы делали эфир и приглашали главтера управления в этот эфир перед голосованием, чтобы агитировать за вот эти вот зоны, чтобы голосовали больше за эти зоны, к нам пришли как раз только глава теруправления по Нововятскому району господин Хаплехов и глава теруправления по Первомайскому району господин Симаков. И именно их парки и победили. И когда ты видишь такое активное внимание главтера управления конкретным объектом и агитационную работу, которую ведутся среди жителей и даже через эфиры, и ты понимаешь, что, наверное, эти люди смогут организовать историю, которую ты рекомендуешь организовать. Это обсуждение широкое, общественностью, специалистами, с предложением различного рода проектов, а не доставание пыльного проекта из подсказки. Да, но вот опять же, я присутствовал на одной урбанистической лекции, там выступал европейский архитектор, он говорил, что в Европе архитектор 70% времени тратит на то, чтобы услышать мнение горожан, чтобы эти мнения собрать, понять все заинтересованные стороны, кто что хочет от какого-то конкретного проекта и сделать то, что действительно как бы нужно. И я думаю, что к этому надо стремиться. То есть это время есть, есть какое-то минимальное финансирование, я все же надеюсь, что финансирование, которое сейчас выделяют федералы на устройство городской комфортной среды, будет увеличено в ближайшее время. То есть у меня, по крайней мере... Ну сейчас пока один налог вырастет, до 15% наш с тобой, и будет увеличено. Ну я думаю, что все равно найдут какие-то определенные деньги, потому что города, ну должны измениться. То есть города должны измениться, они не должны быть такими серыми и убогими, как являются сейчас. И многие города меняются. Ну и вот в последнюю минуту по завершении нашего эфира наступает весна. Мы пережили первую зиму с новым главой города, городской администрацией Ильей Шульгиным и городской думы Елены Ковалевой. Видишь ли ты в эту зиму какие-то изменения уже, которые ты связываешь с новым руководством в городе? Я вижу, как... В фактах зимний итог, сезонный итог. Движение определенно есть. Ну то есть опять же, нельзя, возможно, неправильно отнести его к личности там новых руководителей. Может быть, это просто... Действительно, просто пришла новая метла, которая начинает там мести по-новому. Но определенные результаты есть. Видна какая-то инициатива от Шульгина. Он готов, по крайней мере, общаться с общественностью. Но насколько долго его хватит, потому что, опять же, общаясь в последнее время с представителями городадминистрации, мне кажется, они совершенно в своей жизни живут, в каком-то неком болоте. Их тут, опять же, нельзя обвинять, потому что у них постоянно они что-то делают. Вроде бы что-то делают, потом это складывается куда-то в ящик, потом опять что-то делают, потом это опять складывается в ящик. И они уже многие, так скажем... Много пустой работы производятся, получается. Много пустой работы. И чиновники, они сами не верят, что что-то можно изменить. И вот как раз наша задача нашей, нас с тобой, общественности, немножко растрясти этих чиновников, что они поверили бы и в себя, и в нас, и в город, и вот какими-то совместными усилиями что-то изменить. Константин Кропанев, исполнительный директор компании Ажо, активист городской. Это его особое мнение сегодня вы слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания.